Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очень-очень важное видео, поскольку вода основа жизни. Так вот, называется видео «Как и сколько пить воды?» и ошибки, которые люди часто делают, когда пьют воду. Какую воду, и сколько, и когда, и кому надо пить? Мои важные советы. Слушайте внимательно, поверьте наперёд. В этом видео десятки очень важных нюансов, пригодятся каждому. Перешлите потом ссылку на это видео своим друзьям, знакомым и близким. Итак, слушайте. Первое. Нельзя много пить воды, и мало нельзя. Но часто люди пьют много через силу. Не надо так пить, не надо давиться всего лишь потому, что есть кем-то установленные нормы якобы в 3-4 литра в день, вне зависимости от сезона года, погоды, активности вашей, болезней и тому подобное. Не заставляйте себя пить через силу. Можно придерживаться, конечно, 2 литров и более летом, если вы не сидите на диване под кондиционером, когда вы теряете мало воды в виде испарений, пота, и можно тогда пить, конечно, тоже мало. Сыроедам, фрукторианцам можно пить меньше при любых равных прочих, так как они получают много воды из сочных плодов и не едят при этом вареную, жареную, дегидрированную пищу, на переваривание и усвоение которой нужно много воды извне, то есть нужно много пить. Если же вы едите денатурированную, то есть жареную, тем более дегидрированную пищу, вроде сухарей, не дай бог чипсов и тому подобное, соленую пищу и иную пищу, требующую для выведения метаболитов, в том числе солей, большого количества азота, получаемого, скажем, из мяса, вот тогда требуется большое количество воды, то есть больший объем воды, нежели если бы вы ели только салаты, свежие овощи, ягоды и фрукты. Но однозначно, точно надо пить всем по потребностям. Истинную жажду почувствует любой человек явно не ошибется точно. Да, конечно, можно нарушить природное чутье меры, как, чем, а неестественным питанием и образом жизни. И для таких людей полтора-два литра воды в день можно соблюдать как норму, ну а если больше, то это по потребностям и от питания вашего, некоторые нюансы которого я уже пояснил только что. Жарко? Пейте больше воды, холодно? Меньше. Если вы активно потеете, скажем, на косьбе травы в поле, ручной косой, в спортзале у станков, то, разумеется, у вас потребность в воде вырастает до 3-4 и даже может быть более литров в день. Если у вас жар, скажем, вы болеете, пейте больше. Если вы питаетесь мало, мало едите, ну во время болезни, например, и уже нет жара, пейте меньше. Если вы едите много, больше пейте. Ведь надо как-то выводить продукты метаболизма из организма, все логично. Второй пункт. Пейте не жидкости разные, не кофе с чаем, не газировки сладкие, тем более с сахаром, а только воду, ибо только вода есть универсальный растворитель, и только она растворяет и выводит из организма продукты распада, метаболиты, шлаки и токсины. Ну а если между молекулами воды уже что-то растворено, я говорю о напитках, кофе, чай, кисель, неважно, то такая жидкость уже не может, так как вода, выводить продукты обмена веществ из организма. И категорически не пейте сладкие воды. Сахар и все сладкое задерживает воду в клетках, вызывает отеки, и это помимо прочего вреда, о котором я рассказывал в своих лекциях, таких как инсулинорезистентность, что будет, если вы откажетесь от сахара на 10 дней и так далее. Третий пункт. Если вы пьете много воды, скажем, из-за интенсивного потоотделения, а вода при этом не соленая, не подсоленная, то тогда или подсаливаете воду, как это делают некоторые профессиональные спортсмены, или после обычной воды, не соленой, принимаемой перед едой, и ешьте подсоленную пищу. Помните, если вы пьете много, двигаетесь активно, а соль вообще не потребляете, есть такие люди, то вы можете постепенно вымыть запасы электролитов, и тогда может возникнуть гипонатриемия, а она есть одна из сильных форм обезвоживания организма, что является смертельной опасностью. Конечно, можно и гораздо правильнее потреблять соль растительную, скажем, сельдереевую, или пить свежий сельдеревый сок. Ну, всегда свежего сельдерея не найти, а вот солью проще. Вот, например, такую соль производим мы. На нашем сайте nadgard.ru круглый год вы можете ее приобретать и, соответственно, потреблять. А вот соль, уже обычная соль, что называется, конечно, каменная соль, а из нее самая лучшая красная, ну, розовая, гималайская. Она тоже у нас есть. Добывается в штольнях, то есть это древние осадки солей древних морей. Можно и нужно есть больше зелени. В ней много, в том числе натрия. Тем самым электролиты вы пополните. И спирулины. Как самой лучшей добавки, вот это видео последнее о спирулине. Насчет космонавтов, тому слышите кое-какую интересную информацию, применимая к спирулине. И вот тогда, применяя ее, вы обеспечите себя электролитами. Если будете подсаливать еду или воду, то советую только каменную соль использовать, еще раз это повторю, не морскую. И вот это важно акцентировать. Люди это недопонимают. Почему? Дело в том, что в морской соли, добываемой последние десятки лет, по крайней мере, годы, в ней содержится огромное количество микрочастиц пластика. Из-за вот этой гигантской проблемы современности пластиковых континентов в мировом океане. Об этом у меня было видео. Посмотрите его обязательно. Если вы потребляете много калия, посмотрите, в каких продуктах он содержится в больших количествах, а ведь он действительно важен иногда некоторым людям, особенно сердечникам, скажем, то тогда лучше все же подсаливайте пищу или воду, что лучше всего. Хотя бы за 10 минут до еды выпиваете немного подсоленной воды. Дело в том, что если вы едите, скажем, мало зелени и овощей, но едите много соли, то у вас будет недостаток калия. А калия много в зелени, в овощах. И помимо недостатка калия у вас, ну поскольку вы соль потребляете, а некоторые много, будет избыток натрия. Вот тогда у вас будет задержка жидкости в организме, то есть различные отеки. От малого до великого, что называется. Тут уж кому как повезет, у кого как работают почки и так далее. Добавьте калий в свой рацион питания. Четвертый пункт. Если у вас есть склонность к камнеобразованию в почках, тогда надо исключить факторы образования камней. То есть не есть жареную, высокобелковую, вареную пищу и молочную пищу, продукты молочные, так называемые, кроме молочных жиров, то есть сливочного либо топленого масла, это можно. Перейдите в идеале на сыроедение, ну хотя бы временное, на 2-3 месяца. И пить действительно надо вам тогда, в этом случае, обязательно больше воды. Больше, чем привыкли. Так как одна из причин образования камней в почках, это перенасыщенные солями минералов моча. Из-за недостатка воды. Из-за большого количества жареной, либо вареной пищи. Особенно молочных продуктов, таких как сыр и творог. По растворению камней в почках и печени у меня есть уже видео, были сняты давно. Ссылки под этим видео я на них дам. Если у вас болезни почек, сильные отеки, при которых много воды пить нельзя, переходите на 100% сыроедение. Это жизненно вам необходимо. Как и необходимо будет вам пить, уже сейчас, необходимо водородную воду с отрицательным ОВП. Какие для этого есть приборы, ну их два типа, персональный генератор водорода и свободных электронов, то есть так называемые стаканы, или проточные приборы. Так вот, все про них. Чтобы самое главное, в первую очередь, они были безопасными для здоровья. Вот это самая большая проблема, потому что рынок мировой перенасыщен дешевыми подделками, опасными для здоровья. Так вот, посмотрите хотя бы вот эти два видео мои. На эту тему ссылки будут даны также под этим видео, на них, на эти два видео. Но в конце я вам еще перечислю эти видео. Пятый пункт. Не пейте воду слишком быстро, залпами. Пейте воду теплую, горячую, но не холодную, даже летом. Не пейте холодную воду, особенно если у вас плохое пищеварение, дисбактериозы, сибра и другие состояния. Если пить воду очень быстро, залпом, много, то есть еще одна проблема. Натрий не будет успевать создавать баланс жидкости внутри и снаружи клеток. Тогда может быть слишком быстрое поступление воды в клетку, и вот тогда возникают отеки, в том числе по этой причине. А в межклеточном пространстве может быть дефицит воды, и тогда лимфоток замедляется, и естественное самоочищение организма замедляется, уменьшается, ослабевает. Потому пейте воду теплую, маленькими глоточками, не быстро. Шестой пункт. Не пейте во время еды, не запивайте еду. Об этом у меня прям отдельное видео было, где я все подробно пояснял. Несмотря на то ахинею, что несут некоторые умники, сейчас их развелось полно, это глупость и абсурд. Я в том видео объясняю подробно почему, а пока просто краткий совет. Одно исключение, если только вы, скажем, не едите сухари где-нибудь в турпоходе, то есть дегидрированную пищу, тогда да, конечно при этом надо пить, запивать. В другом случае не надо. То есть если вы питаетесь насыщенной водой, пищей, вообще не пейте, не запивайте эту пищу сразу. Надо пить до еды, скажем, за 20-30 минут или ранее, или если после еды, через 30-40 минут и далее. Сразу до еды пить нельзя, потому что вы разбавляете концентрацию желудочного сока, соляной кислоты. И тогда возникают две проблемы. Во-первых, снижаются дезинфицирующие способности желудка, ну поскольку вы разбавляете соляную кислоту. И во-вторых, ферментативные способности, ну того же фермента пепсина, желудочного сока. И пищеварение идет хуже. Более того, вы провоцируете тем самым герб и кислотный рефлюкс, если вы запиваете пищу, пьете во время еды. Ну и, конечно, вы ухудшаете пищеварение пищи, особенно белковой, учтите это. Более того, я как раз советую для улучшения этих функций, выпивать за 5-7 минут до еды одну треть стакана теплой воды, но с разведенной в этой воде одной чайной ложкой натурального яблочного гостовского уксуса. Тогда он усилит кислоту в желудке и дезинфицирующие свойства тем самым, и переваривание пищи будет в желудке лучше. Натуральный выдержанный год в дубовых бочках яблочный уксус есть у нас в продаже на нашем сайте надгар.ру. Ссылка также будет оставлена для тех, кто захочет его приобретать. Седьмой пункт. Не пейте воду из-под крана, хлорированную, фторированную, из неизвестных родников так называемых, не все, что мы называем родниками, является ими, и колодцев. Помните, если вода выше плюс 5 градусов в природе, там есть обязательно лямблии. Лямблиоз очень большая проблема. Пейте всегда фильтрованную воду, обратноосматическую, то есть после обратного осмоса. Это самый простой, кстати, дешевый способ, какую воду безопасную в плане химического состава пить. А насчет получения минералов из воды не повторяйте глупости подобные. Минералы надо получать из пищи. В воде они все равно минералы в неорганической форме, то есть неусвояемые для организма человека. И более того, наверное, вы слышали, что жесткую воду с солями, жесткость с карбонатом кальция, например, и так далее, пить предельно вредно для почек в первую очередь. Конечно, потому что минералы должны быть в хилатной, органической форме, а они могут быть таковыми только в живых растениях. Вот и все. Но вот что такое чистая вода, какие вредные вещества в ней могут быть и в химическом плане, что такое физико-химические свойства воды, какие важно нам знать для здоровья, что учитывать нужно. Посмотрите вот эти мои видео, послушайте, я их сейчас перечислю, ну и, естественно, ссылки на них будут под этим видео даны. Физико-химические свойства воды. Была съемка у меня много лет назад дома в Подмосковье, вот посмотрите. Второе. Лучшая вода из-под крана. Очистка воды дистиллят. Следующее видео. Водородная живая вода целебна. Что стало с людьми после питья вот этой воды? Посмотрите непременно это видео. Следующее видео. Вода почки лимфа. Оно длинное, но вы можете его посмотреть, если хотите разобраться в некоторых интересных вопросах, в том числе про заморозку, разморозку и потребление вот такой воды. Следующее видео. Живая вода залог здоровья и молодости. Делайте эту воду у себя дома, пейте такую воду каждый день. Следующее. Сколько же воды пить в день? Нормы потребления воды. Три теста. Сколько надо пить лично вам? Очень, кстати, важные нюансы. Вот про эти три теста советую посмотреть. Следующее видео. Нужно пить только воду и как правильно заваривать травы. Кстати, тоже очень важный нюанс, потому что люди кипятят и это очень плохо. Разрушается часть питательных и лекарственных свойств. Следующее видео. Живая вода. Лучший генератор водорода и УВП в мире. Водородная вода. Ну и последнее видео на эту тему. Можно ли запивать еду? Разбавление еды водой. Еще одно видео. Акцент про запивание водой еды. Ну и, конечно, посмотрите вот эти мои видео о соли. Например, как можно солить гораздо меньше еду при сохранении привычного соленого вкуса. Очень ценная подсказка. Но она в первую очередь касается салатов и живой пищи. Кто ее подсаливает. Но понимает, что много избыточно солить не надо. Это вредно. А вкус хочет получить привычный соленый. Ну вот как это сделать можно раз в 10 меньше. То есть солить меньше раз в 10. Но при этом вкус испытывать тот же. Там есть хитрость. Я ее подсказываю. На этом на сегодня все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Продолжение следует...